Доктор технических наук Сергей Леонов показывает свою уникальную методику – диагностику онкологии легких с помощью нейросетей. Вместе с учеными из медицинского университета долгие годы он изучал, как выявлять рак, туберкулез и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования. Мы доказали, что я могу различить рак, туберкулез и пневмонию, причем вероятность того, что я поставлю диагноз правильно, на основе только компьютерной томографии. Вероятность того, что я поставлю диагноз правильно, это под 80%, по крайней мере значительно больше 70%. Хороший рентгенолог это делает с меньшей вероятностью. Сергей знает об этой проблеме не понаслышке, ведь ранее у него у самого диагностировали опухоль легких. Но для того, чтобы убедиться, что она доброкачественная и не опасна для здоровья, ученого пришлось прооперировать. С помощью разработанной им методики другим пациентам этого можно избежать. Если это онкология, то когда мы кусочек возьмем, он может разнестись кровотоком по организму и черт-то знает, чем это дело закончится. А здесь только КТ. Это доступная рентгеновская компьютерная томография. Этих томографов у нас по городу и по краю достаточно большое количество, оно достаточно доступно. В верхнем случае это рак, по данному концову это вот витра, а во втором случае это туберкулез. А выглядело похоже. Ученые доказали, что при заболевании легких, таких как рак, туберкулез и пневмония, плотность опухоли различна. И изучив ее с помощью нейросетей, можно точнее ставить диагноз. Кстати говоря, этот алгоритм работает не только с легкими. Принцип работы можно использовать и в других областях медицины. Необходима только статистика и немного исследований. Мы выходили на онкодиспансер, разговаривали с руководством онкодиспансера. Но пока ответа мы не получили на эти обращения. И сильно хотелось бы, чтобы вот все-таки эта методика была доведена до практической медицины. Но на вооружение уникальную разработку врачи пока не взяли. Поэтому в будущем перед учеными стоит важная задача – расширить базу рентген-снимков для нейросетей. Распространить программу они планируют бесплатно в медицинских учреждениях Алтайского края. В частности, в краевом онкологическом диспансере. Маргарита Гартун, Дмитрий Денисов. День с толком.